Наша съемочная команда телеканала Новороссия общалась с бойцами подразделения Спарта, Сомали и Донских казаков 12 ноября. А 14-го от позиции пожарной вышки остались руины. 7 бойцов погибли, еще 7 ранены. Мы навестили в госпитале стрелка с позовным странник. У него осколочное ранение в левую ногу и контузия. Я помню, когда вылазил, выползал, кого смог вытащить, пытался вытаскивать всех пацанов, ноги сразу, снаряд разорвался, сразу засыпала стенка и все уже, он уже. И потом пытался, все вылез, это окошко такое маленькое вылез, уже был раненый, голова болела сильно. Что еще? Потом залез в яму, то есть где эта пожарная машина, по мне начали. Ну, колонны много было, я не помню, но я слышал, что шум танков, БТРов, слышала не одна колонна, по-моему, две их пошли. Со стороны Песок. Что еще? Обстреливали, они даже, обстреливали, не даже попадало в меня. Прям, где вот яма, когда разорвались на мной снаряды, получил я ранение в ногу, отрекошить его осколок в ногу. И еще одного раненого, кого, когда вы увидели раненого, раненого, затянуло его прям в яму. Получилось осколок у меня вон целый. Ну, оказалось. Такая вот ситуация. Нас уже готовы, это уже... Украина, потому что мы так украинцы, этим фашистам насолили, что много пошли техники. Что мы были, как в Кузьбурге. Мы занимали самую-самую позицию, что нас везде обстреливали, со всех сторон. И колонн много техники пожли, и которая оставалась от терминала, и танки пожли мы все. Позиция была, то есть, по взлетной полосе. Ну, ошибка была нам, не дали этого. Ошибка была у наших этих глазах, которые не успели сказать, радцы, что колонна идет. То есть, мы не видим, колонна уже рядом. Колонна чешла? Ну, по ходу дела, там спецэнт, скорее всего, наемники были. Украинская армия? Нет. Ну, украинская армия, но, скорее всего, наемники. Тут какой-то батальон, я не в курсе. Бой не завязался, мы не успели. Мы только успели стать на позиции. Нас начали обстреливать танками со всех сторон. Я не помню девушку, но я помню, что... В часах полтора. Так, стоны, крики. Но мы еще успели, спутался и с этого уничтожить, по-моему, один танк. Командир Ломб сказал, что мы успели уничтожить, поджечь один танк. И еще, по-моему, что-то еще, я не помню. Много пошли техники, что мы были как в Койсборне. Мы занимались самую-самую позицию, что нас везде обстреливали, со всех сторон. И Койсборне много техники пожлили. И которая оставалась на терминале. И танки пожлили все. Она позиция непрочная была. Мы не сдали свою позицию. Мы до конца, сколько было сил, мы сражались. Мы пощипали даже эту колонну, тиранинок, много убитых. Уничтожили. Привалили стену и контулили. Струки, гранатометчики есть. Ну, все виды струкового оружия. Мой позвонок горит. Ну, я сам донецкий, вообще. Да, кстати, тоже укропы. Если бы не начали... Дело в том, что у меня дом, в котором я живу, пострадал там. Из него не осталось ничего практически. Ну, после того я и ушел в ополчение. Россиян среди нас нету. Как говорят, что здесь воюют Россия и чеченцы. А донбассовцы помогают им. Нету у нас. Воюем против Киева только мы. Ну, против нас гвардии все. Правый сектор. Правый сектор. Батальоны дойдут. Половина уголовников там. Ну, вот. В принципе, так. На Бороссия это отдельная дежава. И она у нас по-любому будет процветать. И до Галичины дойдем. Просто у разума бандеровцам ставим мы все. Всем привет, командиры. Командирам моторов, гири. Терской волчьей сотни всем. Вот рядышком мои браты с Терской волчьей сотни. Душману. Жетону. В общем казакам. Всем казакам всем. Много у меня друзей. Много очень друзей. Одно полчан. Самое главное здоровье. Мамочка тебя тоже при этом рядом сидит. Я тебя люблю. Спасибо, что ты меня родила. Каждая мать переживает за своего ребенка. Эта сильная женщина тщательно скрывает свои эмоции. А в глазах стоят слезы. Она сильно испугалась, когда позвонили из госпиталя и сообщили о ранении сына. Но он жив. Это главное. И такими сыновьями стоит гордиться. Ну, он у меня взрослый человек. Ну, что я могла сказать. Иди. Богословно. Конечно, душа болела. Ну, иди. Я всегда удивлялась и смотрела на тех ребят, которые сидят, пьют пиво. Они гуляют. А мои ребята воюют. Старшие, младшие. Неужели им не жалко своих матерей, своих жен, своих девочек, которых убивают, насилуют? Неужели они не могут хотя бы какую-то лепту нести? Я еще в Житомир приеду для того брата могила. Я хочу его навестить. Хороший памятник поставить. Он это заслуживал. А сейчас пока не получается. Что, братик, все нормально. Ты мне даже с того света помогаешь. Что все хорошо. И постоянно снишься. Мы постоянно снишься. За что наши дети гибнут нас, за что наши матеря. То, что, извините, мы живем на Востоке. Мы тогда все, 23 года всю Украину кормили. Они, слой, галадранцы, просят пенсию, такую, как у шахтеров. А работают других в Польше, в Венгрии, в Румынии, в других странах, в Испании. И хотят они пенсию наравне. Но этого уже не будет. Прежде всего хочу сказать пацанам, то, что эта сволочь их покалечила. Не переживай нас танками. А мы вас скоро градами будем. Наших пацанов сколько побило. И казаков, и наших. Одному полностью все здесь вырезали. Сволочь ты. Ты думал, что ты нас убьешь. Нет, мы еще мертвые даже не покинули позицию. Мы не покинули позицию. Моторолы этой гири. Мы позиции даже мертвые не покидали позицию. Мы их уничтожили. И пощипали хорошо. Это что вот так вот. А что я Порошенко хочу сказать? Я лично у тебя на могиле танцевать буду. Даже с раненой ногой. Не переживайте. Мы еще живы. Еще за нас отомстят. Особенно отомстят за пацанов погибших. За всех. Порошенко. Не переживай. Мы дойдем до Киева и дальше. Встретимся еще. Встретимся. Что могу еще сказать? И за братьев отомстим. Не переживайте за слезы матерей погибших, которые дети. И Краматорскому еще вспомним. Как те сволочи детей прибивали. Батальон Азов прибивали. Детей к заборам. А потом, что творили какие-то женщины. Это за ноги забетеры. Спасибо Богу. Которые даже просто помогали оболчаться. Хотели нас добить. Не добьете. Новороссия жива. Жить будет дальше. Знаете, как птица Феникс. Сгорела. Вот он снова возродился. Возродится из пепла. Флаг на Донецкой Республике. Белый цвет. Белый это. Не. Чтоб не говорили, что это двуглавый орел. Это двуглавая птица Феникс. А почему белый, когда вот металл раскрыт. Это символ дня. Когда металл раскрыт. Знаете, как в позосе металл-то было? Это и есть. Дуава птица Феникс. Этому символу очень много тысяч лет. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский. Телеканал Новороссия. Донецк.